Мы являемся народом Божиим, да, церковь, до этого был народ израильский, за время существования человечества Бог всегда выбирал себе людей для того, чтобы через них являть свою славу, слава Богу за это. И мне вот интересно так, если действительно мы вот так, люди избранные, Израиль был избранный Богом, и действительно Бог имеет неограниченные способности и возможности, у Него нету лимита. Но почему-то Бог в большей мере, как правило, Он не вмешивался в жизнь, общество, что ли, сверхъестественным образом. Он говорил какому-то человеку, ставил пророков, поди, скажи там, да. Но в общем Он не диктовал свои условия, Он не манипулировал людьми. Он, может, как-то менял обстоятельства, Он напоминал, когда-то тихонечко, когда-то громко, когда-то громче, да, разными способами Он говорил. Но в общем Он оставлял людей выбирать для Себя. Притчу, которую Христос рассказывал про Лазаря, да, когда тот богач, когда до Него дошло, к чему это все пришло, Он говорит, хорошо, Господи, но я уже здесь, но позволь мне, я пойду, я пойду скажу им, я пойду им скажу, чтобы не произошло с ними такой же беды. И Господь ему сказал, нет, у них есть пророки, у них есть Моисей, да, если они им не поверили, то маленький шанс, что они тебе поверят. Я думаю, что то состояние, в котором мы находимся, и те проповеди, да, которые мы слышим, как церковь вообще, это является, ну, как бы, тем уровнем, который мы, в общем, все вместе и достигли. Поэтому, если нам, ну, неинтересно, может быть, слушать проповедь, или если мы не получаем какого-то такого обширного назидания, то, скорее всего, это, 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 виной не является только один проповедник. Это, в общем, подчеркивает, показывает состояние наше общее. Почему, скажем, на выборах, там, ну, последние два выбора выбрали, там, Барак Обаму, да, два раза, сейчас этого выбрали. Это, это говорит о том, о настроении всей страны, настроении всей страны, но, насколько она сейчас поделена на две части, это даже как-то интересно. Но я не к этому проповедь, но мы получаем, как говорится, то, чего мы заслуживаем. Поэтому, хотелось бы, чтобы мы, как бы, себя поощряли к тому, я скажу то, что у меня, ну, до чего я так, скажем, ну, додумался, да, что у меня на сердце. Может быть, это нам поможет как-то. Иногда бывает, человеку нужен небольшой толчок, чтобы ему достичь чего-то. Вот он почти достиг вот чего-то, еще небольшую какую-то толчок, энергию, и пошел, пошло изменение, пошел прогресс. Я хочу прочитать из Евангелия от Матфея, с 11 главы, с 28 стиха. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мою на себя, и научитесь от меня, ибо окроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легкое. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Христос сказал, что «я не пришел для того, чтобы мне служили, но я пришел, чтобы послужить». Нездоровые нуждаются во враче, но больные. Я думаю, это слово, оно относится не только к людям неверующим. Хотя это несомненно. Люди, которые живут в этом мире, люди, которые не служат Богу, да, люди, которые не находятся в близких, может быть, отношениях с Богом. Это понятно. Они обремененные, они труждаются. Это довольно-таки, ну, болезненное состояние. И Христос, понимая это, зная это, и пришел на эту землю. Он видел наши страдания. Он видел это бремя, которое мы не можем снести. И Христос говорил, это бремя, которое не смогли снести вы. Нет, это Павел говорил. Не вы, не отцы ваши. Павел, да, по-моему, Вань говорил. Бремя закона. Не смогли снести. Или это Христос говорил. Ну, Павел, да, не могли снести. не могли. Они старались, но не могли снести это бремя. И Христос, видя это и понимая, Он пришел изменить положение вещей. Он пришел, чтобы дать нам спасение, друзья. Мы не имели доступ. Как язычники, тем более, мы не имели доступ к этому. Ну, как бы основное то, что я хочу сказать, что мы как люди, мы все обремененные, мы все нуждающиеся, труждающиеся. И Христос обзывает к нам и говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. То, что тревожит тебя, то, что беспокоит тебя, то, что обременяет, то, что тебя прижимает к земле, то, что не дает тебе дышать полной грудью, то, что не дает тебе иметь покой, как здесь Христос говорит. Он говорит, придите ко мне, и я дам вам покой. Я дам вам покой. Понятно, что это говорится о неверующих людях, несомненно. Они более всего нуждаются в этом покое, и они это понимают, но не находят выхода. Как Павел говорит, то, чего не хочу, я делаю. Чего хочу, не делаю. Они все это понимают, но не видя выход с этой ситуацией, зачастую человек обращается к способу самовнушения. Он начинает и говорит, да, все нормально, все хорошо, да, мне вообще все равно, или еще что-то. Мы сами это делали в какой-то мере. И это просто оно человека как бы нам зима, да, он как бы, ну, замораживает, что ли, чувство убивает какое-то, приходит какое-то безразличие. Люди пользуются разными способами. Кто-то прибегает к наркотикам, кто-то еще чем-то, развлечениями какими-то, и оно заглушает это семя, и нету результата. И человек так и катится, да, вниз. Но я думаю, что это также сказано и нам, друзья. Нам, как верующим людям. Христос обращается и говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. То, что, с чем мы имеем проблему или обременение. Я знаю, что Христос избрал нас для определенной цели. Христос избрал нас для того, чтобы совершить в нас какое-то действие. Смотрите, я читаю Ефесянам 5 глава с 9 стишка. Я прочитаю с 8 стишка. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света». Господь избрал нас и дал бы, как бы нам дал новое предназначение. Поступать, быть чадами света. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Также Галатам в 5 главе со 22 стишка написано так. Ну, до этого он перечисляет дела плоти. Ну, прочитаем. Я думаю, что это не повредит нам напомнить себе. «Ибо плоти желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависти, убийства, пьянства, бесчинства и тому подобное. Предваряю вас так, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют». Может быть, здесь что-то мы услышали, что нам, от чего, может быть, мы еще не свободны. Здесь Павел даже сказал такую фразу «и тому подобное». То есть, не обязательно тебе иметь проблему с пьянством или там с ссорами, как здесь написано, даже ссоры, вражда. Но даже если ты сталкиваешься и ты замечаешь, что у меня есть, да, и действительно у меня есть вражда с кем-то, но это дело о плоти. Если мы, называя себя последователями Иисуса Христа и мы, читая этот список, находим в себе признаки того, что, оказывается, я участвую в этом, но даже более того, Павел говорит, что подобное этому, если что-то, чего-то здесь нету в списке, но оно подобно по значению, по смыслу, по действию, то Павел говорит, это дела о плоти. И дальше он говорит, плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нету закона. Друзья, давайте подумаем, вот эти признаки, ну, плоды духа, о которых он говорил, насколько это в нас, ну, возрастает, пребывает, или как Петр говорил в первом послании Петра, во втором послании Петра, он говорил так, что, то вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей, добродетель, в добродетель и рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестие, благочестие, братолюбие, братолюбие и любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа, а в ком нет всего тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Поэтому, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего Иисуса Христа. проявляется ли это у нас, возрастает ли здесь эти чувства, о которых мы здесь говорили, проявляется ли в нашем добродетель, прежде всего. Здесь написано рассудительность в добродетели. Иногда бывает, люди чересчур сильно рассуждают, что добродетели там не остается. Воздержание, терпение, проявляется ли в нас воздержание. Друзья, эти вещи, которые немаловажны и которые должны нас тревожить, в каком состоянии находимся мы, как люди, следующие за Иисусом Христом, как люди, носящие имя Господа нашего Иисуса Христа. Это то, что возложил на нас Господь, это предназначение. Теперь Павел говорил, много раз, вы новое творение во Христе Иисусе. Это новая жизнь, для которой мы избраны. Насколько эта жизнь прогрессирует в нас, в каждом из нас. Это немаловажные вопросы. И это в какой-то мере возлагает на нас какое-то бремя, что ли. Особенно, когда мы находим то, что у нас не получается что-то. Мы не достигаем, не видим нужного результата. Оно производит в нас какой-то дискомфорт. Я думаю, что и к нам в этом случае относится это слово. Христос говорит, может быть, у тебя не получается, да, ты находишься под этим бремием, бремием неудовлетворения или еще что-то, приди ко мне. Все равно приди ко мне. Все равно нам нужно именно встреча с Иисусом в таком плане, для того, чтобы разгрузиться, для того, чтобы открыть сердце наше, открыть наше желание и сказать Господь. Не получается, может быть. И хотелось бы, конечно, разгрузиться, да, друзья, покой, покой иметь. Я скажу, что это для нас, это для нас. И поэтому Господь сейчас ты не верен. После всего, что Он сделал тебе, ты все равно продолжаешь, может быть, спотыкаться и делать то, что, ну, не нужно, то, что оно не свойственно тебе, как тому, который следует за Ним. Он это знал, но все равно Он говорит, приди ко мне, приди, у тебя есть возможность это время сложить, я его возьму, я дам тебе покой. Это его цель. Он это хочет сделать, друзья. Он это хочет сделать. Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы отвергнули в нечестие мирские эпохи, целомудренной праведности, благочестием жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный и ревностный к добрым делам. Это для нас, Господь, это все сделал, это благодать. Без этого мы не имели бы возможности. Дальше в этом же послании Титул он пишет в 3 главе 4 стишка. Друзья, нет, давайте я прочитаю чуть раньше. Ибо мы некогда, ибо мы были некогда несмыслены, я все-таки хочу, чтобы мы себе напоминали время от времени, оно помогает нам иметь perspective, что мы некогда были несмыслены, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие и Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые мы совершили, а по Своей милости баню возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Это то, для чего Христос избрал нас. Я вернусь к Матфею в 11 главе, то, что мы читали, возьмите иги мои на себя и научитесь от Меня. Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, Я успокою вас. Я хотел бы подчеркнуть вот какую мысль. Друзья, Бог продолжает, несмотря на все, что происходит в нашей жизни, может быть, какое-то охлаждение или ошибки, как и с Петром, который отрекся от Христа, как и ученики, которые оставили Его. И многое другое, что происходило в их жизни, что не нравилось Господу, но Бог свою милость не изменял и свое мнение не поменял. Он определился, Он твердо решил, друзья, спасти нас, не по нашим делам. Он твердо решил, чтобы нас привести к себе, ибо в доме Отца Моего обители много. Он твердо решил, Он мнение свое не поменяет. И для того, чтобы достичь это, Он понимает, и Он это делает, Он дает нам еще шанс. Несмотря на то, что, может быть, где-то мы отошли, споткнулись, упали, Он нам дает еще шанс. И когда-то ученики задумались об этих вопросах, и они спросили у Иисуса Матфея 18 глава. С 21 стишка я прочитаю. Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату своему, согрешившему против меня? До семи ли раз? В семь раз? Ну, немало, да, если брат согрешил против тебя семь раз? Ну, есть такое выражение в миру. Fool me once, shame on you, да? Fool me twice, shame on me. Ты меня один раз обманул? Ну, пусть тебе стыдно будет. Я тебе доверял, а ты меня обманул. Ну, если ты уже второй раз меня обманул, ну, это значит, я совсем не сделал выводов с первого раза, но это человеческая логика, человеческая справедливость. И Петр этот вопрос задал. Христос, и мы знаем, что Христос сказал, что нет, до семи, не до семи ли раз, но до семидежды семидесяти раз. До семидежды семидесяти раз. Ну, наверное, семь на семьдесят, четыре сто девяносто, наверное, раз. Это говорит о сердце Бога. Поэтому Бог прощает нас. Он дает нам еще шанс, еще много раз давал. И Он готов терпеть до последнего и ждать, лишь бы только в нас произошел этот результат. Его милость к нам, она не имеет, не имеет границ. Хотелось бы, чтобы мы не злоупотребляли этим, но воспользовались этой возможностью, как сегодня уже и говорилось, чтобы сегодня, не на завтра, не послезавтра, ныне, ныне день, время благоприятное, ныне день спасения. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сейчас помолились перед Господом, чтобы Бог помог нам, уразуметь его сердце и сделать те необходимые изменения, какие каждому из нас нужны для того, чтобы нам приблизить это спасение к себе, чтобы в нашей жизни был этот результат, чтобы мы не ходили по кругу, чтобы у нас, чтобы у нас были практически изменения в нашей жизни, чтобы мы с каждым днем становились ближе и ближе Господа, чтобы мы понимали его больше и больше, чтобы в нашей жизни не проявлялись те вещи, которые свойственны человеку в начале пути, чтобы церковь его, она возрастала. здесь, в этом городе, в Индияноле, каждый из нас, друзья, чтобы вот это может быть какая-то беспечия, которая может быть свойственна тому времени, в котором мы живем, что все хорошо, что все прекрасно, у нас нету нужды такой вздевать и кричать, Господи, мне не хватает там еды или еще что-то, чтобы в это, в такое время, когда Бог испытывает нас, может быть, изобилием, чтобы мы остались верны Ему, чтобы оно не повлияло нас до такой степени, что, может быть, мы бы потеряли то, что и не имеем, то, что нам Господь дал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!